В эфире информационно-аналитическая программа событий недели в студии Белла Кварчия. Здравствуйте! Православные всего мира готовятся к встрече самого большого и светлого христианского праздника – Пасхи. В этом году на проведение праздничных богослужений в честь Пасхи в храмах Абхазии повлияли ограничительные меры, принятые из-за угрозы распространения коронавируса. В Абхазии действует режим чрезвычайного положения, а власти предписали не посещать культовые объекты. Абхазские священнослужители также призывают верующих по мере возможности воздержаться от посещения церкви во избежание риска инфицирования. В некоторых храмах богослужения будут проходить без прихожан. Сегодня непростое время и у нас непростая обстановка. Исходя из этого мы обращаемся и хотим предложить, рекомендовать людям, которые находятся в зоне риска заболеваемости какой-то, которые чувствуют недомогание, которые какие-то непонятные есть явления, у которых температура повышена или простудные заболевания. Воздержитесь, пожалуйста. Мы надеемся и верим, что это не последняя Пасха и не последнее богослужение. Что этот период сложный пройдет и будет у нас время и будет у нас возможность. И мы будем вместе собираться и все причащаться к святых христовых тайн. Всем известно, что эта болезнь передается в результаты прямого контакта человека к человеку. Поэтому ограничьте, пожалуйста, свои выходы из дому. Самоизолируйтесь. Прежде чем видите из дома, вглядитесь в глаза своих детей, своих старших. И соизмерьте свои убеждения и необходимость выхода от них с той бедой, которую вы можете привести. И подумайте, стоит ли вам делать этот шаг. Что касается позиции Абхазской Православной Церкви, то учитывая, что в стране не столь высок уровень заболеваемости, службы будут проводиться, но с минимальным количеством верующих. Иисус Христос, я имею в виду. Игорь Михайлович, директор А.Семкин Директор А.Семкин Директор А.Семкин Игорь Михайлович, 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 директор А.Семкин А.Семкин Совсем скоро Пасху будут отмечать и православные христиане. В предпраздничные дни в абхазском сегменте интернета развернулась полемика на тему посещения церквей. Часть общества негодует, что люди продолжают посещать богослужения. Ведь основная часть прихожан – это пожилые, которые как раз и формируют группу риска. Им возражают те, кто отказывается подчиняться запрету. Они упорно заявляют, что заболеть, принимая причастие, невозможно. Конечно, нельзя насильно заставить человека не приходить в храм. Однако молитва, совершенная дома, не утрачивает свои силы и значимости. И тем более не отдаляет от Бога. Осознавая это, верующие не проявляют слабости, а поступают сознательно ради безопасности своих ближних. Эсмагуланзе, Абхазское телевидение. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик обратилась к гражданам республики с призывом воздержаться от посещения религиозных мероприятий, так как масса массовое скопление людей может быть опасным для жизни и здоровья прихожан и стать причиной распространения коронавирусной инфекции. Обращаюсь ко всем верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов и все богослужения, особенно в городе Сухум. Прошу провести без прихожан. Можно прибегнуть к средствам громкоговорительной техники, установить ее за пределами храма и общаться с верующими дистанционно. Также прошу не приходить в данный период в храм за причащением, так как это основной путь передачи коронавирусной инфекции, которая передается или через прямой контакт с загрязненной поверхностью, через поцелуи или через пользование одним предметом с больным человеком. Несколько лет подряд на Пасху группа абхазских паломников доставляла в республику благодатный огонь из Иерусалима. В этом году из-за коронавируса, который распространился по всему миру и стал причиной смерти тысяч людей, церемония схождения благодатного огня прошла без паломников и в условиях строгих ограничений. В субботу, 18 апреля, в храме гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Он символизирует воскресение Иисуса Христа и всегда происходит за день до Светлой Пасхи. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из часовни над гробом Господним с зажженными свечами. Частичку благодатного огня передали представителям дипломатических миссий у явских ворот старого города, привезли его в аэропорт Тель-Авива и передали государственным и церковным делегациям, которые ожидали его, не покидая своих самолетов. В России частичку благодатного огня передали в Храм Христа Спасителя представители фонда Андрея Первозванного. После отмены режима самоизоляции благодатный огонь будет передан и в другие храмы. Как сообщил глава Духовно-нравственного фонда имени святого апостола Симона Канонита и святого великомученика Евстафи Апсильского Рауф Харазия, в Абхазии держат связь с духовенством города Сочи. И как только благодатный огонь будет передан в сочинские храмы, его частичка будет также передана и Абхазии. После введения в Абхазии карантина и чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса в республике закрылась большая часть предприятий и некоторые люди оказались в очень тяжелом положении, лишившись работы и ежедневного заработка. В такой ситуации особенно уязвимы малообеспеченные слои населения. Чтобы оказать поддержку нуждающимся гражданам, объединились многие предприниматели, бизнесмены и волонтеры. На этой неделе в Абхазию прибыла большая партия гуманитарной медицинской помощи, закуп которой был осуществлен совместными усилиями Московской Абхазской диаспоры и движения предпринимателей «Мы вместе» по заказу Министерства здравоохранения Абхазии. А также в республику прибыл 60-тонный гуманитарный груз из Ростова-на-Дону от абхазских предпринимателей братьев Сеченава. В поставку вошли продукты питания для многодетных малоимущих семей, а также для семей инвалидов и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Подробности в репортаже Алики Трапш. 14 апреля с утра в Абхазию прибыла большая партия гуманитарного медицинского груза, закупленного на средства собранные Московской Абхазской диаспоры и движения предпринимателей «Мы вместе». Приобретены 21 аппарат искусственной вентиляции легких, а также расходные материалы, лекарственные препараты, бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты для медперсонала. Словом, все самое необходимое для защиты от коронавирусной инфекции. Действительно, отклик был моментальный со стороны наших соотечественников, проживающих в Москве. Практически мы не успели разместить объявления, как в тот же день стали поступать средства. Поэтому такая отзывчивость была, конечно, впечатляет, восхищает. И, в общем-то, сбор действительно продолжается, люди продолжают уносить свои средства какие-то. Мы пока не останавливаем, потому что закупки продолжаются. Думаем, что еще будут впереди какие-то поставки. Мы очень благодарны нашим соотечественникам за такую помощь, за такое содействие, потому что без этих средств, пожалуй, все это не состоялось бы. В вопросах защиты населения от коронавируса не остались безучастными и представители бизнес-сообщества Абхазии. Движение предпринимателей «Мы вместе», куда входят предприниматели мелкого, среднего и крупного бизнеса страны, в сжатые сроки удалось организовать сбор средств и с помощью международных организаций закупить и привезти часть необходимого медицинского оборудования. В очередной раз убедился в том, что наш народ в тяжелые ситуации, в критические моменты может и умеет объединять усилия. Мы, конечно же, ожидали, что мы соберем большую сумму денег, но для Абхазии сегодня 47 миллионов, которые были собраны у нас здесь, в республике, и 8 миллионов собраны в московской диаспоре. Для нашей маленькой республики это все-таки сумма достаточно крупная. Мы смогли оперативно организовать правильное взаимодействие московской диаспоры, нашего движения, Министерства здравоохранения, ассоциации врачей в городе Москва и в достаточно короткие, сжатые сроки отработать ту основную заявку, которая была первая от Министерства здравоохранения. Отработали мы ее практически полностью. Все закупленное медицинское оборудование и материалы направляются в Министерство здравоохранения и социального обеспечения Абхазии, так как именно Минздрав будет осуществлять дальнейшее распределение гуманитарного груза в медучреждения страны. Ожидается прибытие еще двух машин с гуманитарно-медицинской помощью. В Гудоутскую центральную районную больницу мы перевели в инфекционный госпиталь. Основное будет уходить туда, где данное учреждение оснащаем ИВЛ, расходными материалами и препаратами. А потом уже в зависимости от того, в сухоми, кто какую нагрузку имеет, и, соответственно, мы равномерно распределяем расходные материалы для того, чтобы нам всем лечебным учреждениям хватило. Сбор средств на закуп медицинского оборудования и препаратов для борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии все еще продолжается. В период борьбы с коронавирусной инфекцией граждане нашей республики, проживающие на территории Абхазии и за ее пределами, пытаются помочь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Абхазские предприниматели, братья Сичинава, проживающие в Ростове, не первый раз оказывают помощь своим соотечественникам. Так, в преддверии светлого праздника Пасхи предприниматели прислали три грузовые машины с продовольствием, которые будут розданы многодетным малоимущим семьям, а также семьям инвалидов и ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Мы так хотели сделать, чтобы всем было приятно отпраздновать пасхальные праздники, потому что наш народ всегда привык достойно отмечать этот праздник. Продукты там наименования небольшие, но в таражах они на самом деле большие, потому что это чисто от пасхального направления. Там яйца, допустим, на Пасху покрасить, сливочное масло, подсолнечное масло, сахар фасованное, мука фасованное, макаронные изделия и тому подобное. Хочу, пользуясь случаем, поздравить всех с пасхальным праздником, и пусть никогда у нас больше не будет войны, и что мы никогда не нуждались ни в чем. 60 тонн продовольственной гуманитарной помощи будет распределено между нуждающимися семьями Гагрского и Гудаутского районов, а также подопечными благотворительной организации КЕРАЗ. Получив на сегодняшний день в количестве 20 тонн продуктов, мы также будем распределять по социально уязвимым семям. У нас каждый день обновляются списки по всем районам республики Абхазия. На самом деле это большая поддержка для нас, для нашей благотворительной организации. Хотел бы поблагодарить братьев-сеченавцев в лице старшего брата Валеры, который оказывает уже не первую помощь Абхазии в гуманитарном грузе. В Гагрском районе в списке нуждающихся в помощи более 300 семей. Распределять им гуманитарную помощь будет отдел соцобеспечения Минздрава. Огромная благодарность это наши земляки, три брата, которые находятся в Ростове, Динар, Дмитрий, Михаил, очередной раз прислали груз, три машины. Одна машина остается в Гаграх, другие распределяются по Абхазии. В данной ситуации груз, который сейчас остается в Гаграх, не работники администрации будут заниматься, будет заниматься отдел социальной защиты. У них есть списки. Списки согласованы с главами администрации. К сожалению, списки были ранее меньше, сейчас они увеличились, но это не упрек никому. Ситуация действительно сегодня идет к тому, что люди остались без работы, без зарплаты, и есть сегодня кому необходима помощь. После отправки гуманитарного груза к месту назначения, исполняющий обязанности главы администрации Гагрского района Владимир Джения и избранный вице-президент Бадра Гумба приехали в село Гарб, где проживает бабуца Сичинава, мама братьев Сичинава. Владимир Джения и Бадра Гумба выразили ей благодарность и признательность за воспитание патриотов страны. Предприниматели братья Сичинава и впредь будут оказывать всяческую поддержку и помощь своим соотечественникам. Алика Трапш, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Еще одну поставку защитного снаряжения и расходных материалов осуществила в Абхазию ПРООН 16 апреля. На этот раз в поставку вошли 4300 респираторных масок, 1000 костюмов биозащиты, 11000 пар нейтриловых перчаток, 110 защитных щитков, 1300 литров антисептика для рук и дезинфекторов, предназначенных для использования в медицинских целях, а также 188 литров жидкого мыла. Данная поставка общей стоимостью 40 тысяч евро была профинансирована Европейским Союзом. Прибывшая партия является третьей поставкой, организованной ПРООН с начала нынешней пандемии. Таким образом, общая сумма помощи, оказанной до настоящего времени, составляет около 100 тысяч долларов. Итак, с 28 марта Абхазия живет в режиме чрезвычайного положения из-за угрозы коронавирусной инфекции. Без малого месяца карантина – это довольно значительные убытки, которые отразятся на экономике нашей республики. Правительство предприняло некоторые шаги, которые должны обеспечить выход из кризиса с минимальными потерями. Еще ряд мер находятся на рассмотрении специалистов, другие – в стадии разработки. Их подготовкой занимаются ученые-экономисты. Ситуация подсказывает, что преодолеть экономические последствия карантина будет нелегко. Главные вопросы, которые сегодня волнуют общество, будут ли вовремя выплачиваться зарплаты и пенсии, что произойдет с мелким и средним бизнесом. И, конечно, сколько времени понадобится стране, чтобы нормализовать экономическую ситуацию в целом. Репортаж Амелии Бисмарк. О том, что ситуация в Абхазии развивается не по самому худшему сценарию, в первую очередь свидетельствует то, что на данном этапе успешно сдерживается распространение коронавируса. Это стало возможным благодаря общим усилиям властей и простых граждан. Правительство предприняло ряд мер, чтобы поддержать экономическую стабильность государства. Что касается важнейшего вопроса относительно выплат зарплат и пенсий, то в апреле большая часть средств была выплачена в срок. В этом месяце уже практически завершается у нас период выплаты заработной платы. По республиканскому бюджету у нас нет никаких задержек. Все четко в соответствии с графиком выплачивается. По местным бюджетам у нас практически все районы, все обязательства по заработной плате за март месяц уже выплатили. Небольшие задолженности фиксируем мы по Гагарскому району и Гудовудскому району. Но в результате совместных действий мы планируем в ближайшее время эти задолженности тоже погасить. Несмотря на то, что экономическая ситуация достаточно сложная, бюджетники должны получить зарплаты вовремя и в мае. Чтобы обеспечить выполнение этих задач, уже сегодня предпринимаются определенные шаги по сокращению других, менее актуальных в настоящее время статей расходов. В мае мы начнем выдачу заработной оплаты за апрель. Безусловно, ситуация у нас тяжелая. В части поступления доходов прогнозы Министерства финансов по сокращению выполняются. То есть мы столкнулись с сокращением в диапазоне от 50 до 55 процентов по сравнению с поступлением того же месяца прошлого года. Но, опять же, инструментарием в части решения данной проблемы является, как я уже говорил ранее, это жесткая оптимизация действующих расходов по бюджетной системе, консолидация всех финансовых ресурсов и направление их на первоочередные задачи. Это у нас, безусловно, заработная плата, нормативно-публичные обязательства и, безусловно, борьба с распространением вируса. На следующий месяц мы тоже планируем, что заработная плата будет выплачена в срок. Мы задействуем все возможные инструменты для того, чтобы не допустить каких-либо сбоев по выплате зарплаты именно в бюджетной сфере. Подобные прогнозы на апрель и май и в отношении пенсии. Напомним, во избежание больших очередей у банкоматов российская пенсия в этом месяце была выплачена ранее намеченного срока. Что касается Абхазской, то ее выплата начнется с 18 апреля. В сложившихся условиях специалистами были предложены определенные антикризисные меры и в отношении поддержки бизнеса путем налоговых послаблений. Мы понимаем, что, безусловно, хотелось бы более масштабные и более существенные меры предложить нашим предпринимателям в текущей ситуации, но, к сожалению, возможности наши очень сильно ограничены. И в результате происходящего, безусловно, и бюджет наш очень сильно страдает. Поэтому мы очень оперативно обсуждаем все возникающие вопросы. Все это, на мой взгляд, позволит нам минимизировать те потери, которые несут, безусловно, наши предприниматели практически во всех отраслях, за исключением торговли продуктами, питаниями, медикаментами. Минимизирует их потери, и нам удастся выйти из этого кризиса, выйти на, так скажем, уровень, который предшествовал наступлению этого чрезвычайного положения. Несмотря на то, что мировой кризис, связанный с распространением коронавируса, случился непредвиденно, он занял свое место среди ряда подобных экономических явлений деструктивного характера, которые периодически проявляются на поле экономической истории. Что касается Абхазии, то республике не раз приходилось выходить из сложных кризисных ситуаций, и происходило это в современное время, говорит ученый-экономист Заур Шалаша. Кризисам не привыкать в Абхазии. Военные действия, послевоенный период, первый год, это самый большой кризис в Абхазии имело место, потому что экономика Абхазии перестала существовать как взаимосвязанная национальная структура. Все отрасли экономики были разрушены. По подсчетам специалистов правительства Абхазии 1995 года, по данным, общий материальный ущерб составил более 14 миллиардов долларов. Мы не говорим здесь о людских потерях, о людских ресурсах. По последующим, в Российской Федерации имел место, как вы знаете, дефолт, 1998 год. Кризисы различного характера могут иметь как негативные, так и достаточно конструктивные последствия. Здесь речь идет о мобилизации скрытых ресурсов, правильном распределении средств и их оптимальном расходовании. Глава государства Владислав Гугорьевич Арзенба и наше правительство нашли правильный выход, на мой взгляд. В чем это выражается? В первую очередь была составлена правительством Абхазии антикризисная программа чрезвычайных мер, связанная с выводом экономики из кризиса социальной сферы. По, опять же, инициативе нашего первого президента, Российская Федерация, тогда премьер-министром был Примаков, приняло постановление секретное, в которое Абхазия разрешалась вывозить продукцию сельскохозяйственную и другие товары по определенным квотам. И разрешалось ввести в Абхазию самые необходимые продовольственные, промышленные и горюче-смачечные материалы по квотам. Дальше, в последующем, в 1999 год, такое же постановление было дублировано. И после этого, уже после того, как вступил в должность президента России Владимир Владимирович Путин, со стороны Российской Федерации экономические санкции были ослаблены и вовсе сняты. Еще один кризис, произошедший в России, совпал с моментом признания независимости Абхазии в 2008 году. Годом позднее между нашими странами был подписан договор, в рамках которого Российская Федерация и сегодня оказывает финансовую поддержку Абхазии. С 2009 года на основании договора, заключенного между Абхазией и Россией, начинается процесс финансирования, оказания финансовой помощи из госбюджета России и инвестиционного содействия. И так продолжается и по сегодняшний день. Я историю этого вопроса не хочу затрагивать. Там огромные суммы вложений и так далее, об этом очень много пишут и говорят. Но один факт нужно отметить, что мы, пользуясь этой огромной финансовой поддержкой, России не смогли создать собственную продовольственную и экономическую базу государства. До этого момента говорить о системном кризисе в республике было излишне, несмотря на то, что определенные отрасли находились в затяжной депрессии, отмечает Шалаша. На то, чтобы выйти из нынешнего кризиса, республике понадобится несколько лет. Меры, оперативно предпринятые государством, носят позитивный характер, однако их недостаточно, подчеркивают ученые. Также, по мнению экономистов, в ближайшее время должна быть разрешена деятельность определенных бизнес-структур. Естественно, что предприятия должны работать с соблюдением всех санитарных норм. Думаю, надо принять решение сейчас, чтобы они начали работать о налоговых каникулах первое и о списании долгов, у кого образовались. Но опять же, это исследовал каждый конкретный хозяйствующий субъект, а это дело уже фискальных органов, налоговой службы. За последние годы разными учеными и экономистами-практиками был разработан ряд документов по поддержке и развитию абхазской экономики. По мнению Заура Шалаша, знания и подходы, заключенные в них, должны стать основой для формирования масштабной антикризисной программы. За обобщенным понятием предпринимателей скрываются отнюдь не абстрактные люди, а наши с вами граждане, которым пришлось столкнуться с разными сложностями, финансовыми и моральными. Ведь выбор между тем, чтобы сохранить свой бизнес и сократить коллектив, всегда особенно сложный. Если сокращение коллектива – это крайняя мера, то задержка оплаты труда – нередкая ситуация, в которой оказались сегодня предприниматели и их работники. Карантин всех выбил из колеи, оставляя за собой след в виде порушенных планов, упущенных возможностей и, конечно, финансовых проблем. Кафе «Акалат» успешно работает на абхазского потребителя уже несколько лет. Однако к подобному непредвиденному кризису руководство предприятия оказалось не готово. Конечно, мы переживаем нелегкие времена. И вообще, январь и февраль всегда для ресторанного бизнеса в любой точке мира, а тем более в Абхазии это всегда такие неприбыльные месяца, и в лучшем случае мы работаем в ноль. Поэтому у меня не было какой-то подушки безопасности, чтобы отправить всех своих сотрудников поплачиваемый отпуск. И мы приняли решение работать на доставку. Наши выручки сократились втрое, но этого хватает на минимальные закупы и на зарплату. Сотрудников старшего поколения нам пришлось отправить домой. В последнее время в Абхазии активно стал развиваться малый бизнес. Согласно основным экономическим законам, чтобы идея окупилась и стала приносить чистую прибыль, необходима плодотворная работа на протяжении нескольких лет. А когда обстановка осложняется непредвиденным простоем предприятия, то бизнес-идея, рискованная по своей сути, может оказаться и вовсе провальной. Зная все эти принципы, местные предприниматели изо всех сил стараются не попасть в списки банкротов. Кофейня «Бригантина» сегодня работает на вынос, ведь только такой формат деятельности допускается в режиме карантина. Как объявили карантин, в первую неделю мы не работали, потом перенастроили работу в плане на вынос, чтобы мы смогли работать. Хотя изначально у нас все было запланировано работать на вынос, вся посуда у нас одноразовая, бумажные стаканы, бумажные тарелочки и биоразлагающиеся ложки-вилки. В разы упали продажи, совсем другие продажи стали. И людей мало на улице. Мы сами, конечно, призываем оставаться дома, но если кто-то вышел по работе, то вот что мы можем предложить, то в формате на вынос. Перед объявлением карантина мы завезли большой объем товара, стаканы завезли бумажные, и мы не успели выплатить НДС. То есть мы оформлялись в брокерской, и денег реально не хватило, потому что мы раздали зарплаты, а потом все, работа упала, и мы не смогли выплатить. Салоны красоты достаточно популярная и востребованная в Абхазии сфера бизнеса. В последнее время наблюдалось активное развитие этой индустрии. В марте и апреле под карантин попали все объекты подобного рода. Несмотря на возмущение клиентов, салоны закрыли двери, а сотрудники, в большинстве своем, работающие от выработки, отправились в неоплачиваемый отпуск. Конечно же, большие потери несем мы, индивидуальные предприниматели. Очень сильно страдает средний и малый бизнес. Говорить о том, какие мы несем расходы, я думаю, не стоит. Все вы знаете, что это аренды, что это коммунальные услуги и очень много других моментов. Очень переживаю за то, что на сегодняшний день работники не получают заработную плату. Штат немаленький, в районе 30 человек. Что касается наших магазинов, наши магазины тоже закрыты в городе Гудаута и в городе Сухом. Но мы организовали доставку по Сухому, потому что очень много поступало просьб оформить и доставить продукцию. Мы решили, почему бы нет. В это сложное время местные предприниматели все же не теряют надежды на успешную работу, которая должна наладиться уже в ближайшем будущем. Мы не отчаиваемся, верим в лучшее. Очень ждем это чудесное число 20 апреля. Хотим все вернуться в привычный для нас график, режим работы. На сегодняшний день салон «Крысты» закрыт наш, но мы отвечаем на все звонки. 80% клиентов, безусловно, вернутся на свои услуги. Возможно, кто-то выпадет, потому что месяц сидеть дома. Я думаю, что будут люди, на ком отразится финансовая недостаточность. Поговорив с владельцами малого бизнеса, сразу становится понятно, что они понесли значительные убытки. Но в еще более сложной ситуации оказались их сотрудники. Речь о тех людях, которые были отправлены в бессрочный и неоплачиваемый отпуск. Амелия Бисмарк, Джамбул Чхапелия, Абхазское телевидение. Уже около 10 дней в Гагарском районе, где выявлено три случая заражения коронавирусом, усилен режим чрезвычайного положения и введен комендантский час. Наша съемочная группа побывала в городе-курорте, чтобы узнать, как он живет в режиме ограничений и как себя чувствует его население. Репортаж Дениса Гергия. На сегодняшний день в нашей республике трое заболевших коронавирусом COVID-19. И все они – жители дома по улице Абазга в Гагаре. Двое из них проходят лечение в Гудаутской ЦРБ. Третья отказалась от госпитализации, находится дома на самоизоляции. Состояние у всех троих удовлетворительное. Многоэтажку, в которой проживают все три пациента, оцепили. Жителям запрещается выходить из дома. Подъезды охраняются сотрудниками милиции. Продукты первой необходимости, хлеб и лекарства им приносят волонтеры и администрация Гагарского района. Что за препараты и кому они предназначены? Это необходимые препараты для жителей дома по Абазге-53.1. Так как каждый раз жители дают список лекарств необходимых, они находятся на карантине, выйти в аптеку не могут. Администрация Гагарского района просит предпринимателей, у кого в аптеке, и помогают. Не пересекая вот эту заградительную ленту, Владимир Вардай передает лекарства пожилому жителю. Аспирин привез? Аспирин. Аспирин привез тоже. Сейчас Ира сформирует список лекарств, которые необходимы, потому что нам аптеки собирают их. У волонтера Гузель Садыковой в этом доме живет дочь. Но помощь оказывает не только дочери, но и всем жителям. Конечно, не нравится им сидеть так долго дома, но что если делать, если выхода другого нет? Все с пониманием относятся, потому что ситуация непростая, сложная. У ребенка день рождения было, подарочки, ну то есть, то, что они не могут сказать мальчикам, как говорится, они звонят мне. Вы к ним заходите или на улицу встречаете? Нет, мы здесь вот за запретной линией, они мне передают бумажки, я покупаю им то, что нужно и приношу. По словам исполняющего обязанности главы администрации Гагридского района, Владимира Джене, в районе создан штаб, куда входят все необходимые службы. Работает комиссия, которая следит за деятельностью общепитов, магазинов и прочими предприятиями. В целом ситуация находится под контролем, отметил он. Проведена была изначально дезинфекция квартирных домов, улиц, объектов, где часто посещаются больницы, милиция и вот те торговые объекты, где часто люди находятся. Закрыты были рынки все по Гагридскому району, были созданы посты. С момента закрытия границы ежедневно поступают нам списки, где мы с отделом внутренних дел Гагридской милиции, санэпидемстанцией, этих людей отслеживаем, берутся телефоны и находятся на контроле. По самому дому оба подъезда сегодня изолированы. В первый же день была проведена дезинфекция у обеих подъездов. На встрече с журналистами, исполняющего обязанности главы администрации района, также рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются врачи. Те люди, которые находятся в зоне риска, они по всем вызовам выезжают, непосредственно на них бывают контакты. Средства защиты уже подходят к концу. Это тоже у нас благотворительная организация, аптеки. У кого что было, мы по чуть-чуть везде собираем. И в сегодняшний день мы разговаривали с главным врачом, и представитель собрания на совещании это озвучивал. Нам это действительно необходимо, потому что они тоже на исходе находятся. К сожалению, пока из России кто-то обещал, мы не смогли повести границу. У нас есть моменты, чуть проблемы, но руководство нам обещало, что эти средства будут. На площадке перед Гагрской ЦРБ стоит сортировочный пункт. Здесь поступившие больные проходят первичный осмотр, затем отправляют в отделение больницы. Это место обрабатывается и дезинфицируется в день по несколько раз. В самой Гагрской ЦРБ всего 34 пациента, и это немного по сравнению с прошлым годом. На сегодняшний день 34 человека больных. А так, чтобы к коллективу этому не привыкать, единственное, это ворота в Абхазию. От нас зависит, насколько мы вовремя выявим. Ну, вот это что, закрыли границу, это большое дело. Потому что у нас внутри практически нет больных. Вот эти, которые инфицированы, они в основном все приехали оттуда, с России. Ну, там на границе проверяли, но в то время там индубационный период 14 дней. Этот индубационный период, он не заканчивался, поэтому были тесты отрицательные. В целом ситуация в Гагрском районе стабильная. Коммунальные службы района работают в обычном режиме. Жители соблюдают условия карантина. Дениза Гергия, Давид Хожик для событий недели. В республике с 28 марта по 20 апреля введен режим чрезвычайного положения. Предприняты все меры для соблюдения карантина и защиты населения от коронавирусной инфекции. Чтобы проанализировать ситуацию и дать оценку происходящему, обсудить дальнейший план действий, в Сухуми собрались члены Совета безопасности Абхазии. Будет ли отменен чрезвычайный режим и изменился ли список ограничительных мер. Репортаж Гугуцевардания. Открывая совещание, исполняющий обязанности президента Валерий Бганба отметил, что прошло уже более двух недель с момента введения режима чрезвычайного положения. Поэтому пришло время обсудить дальнейшее развитие событий в связи со сложившейся ситуацией. Мы хотели бы сегодня услышать от наших коллег, что этот режим нам дал и какие дальше они предлагают меры усилять этот режим, ограничивать его, еще больше ограничений ввести или, может быть, пойти на какие-то послабления. Я хотел бы с вашего разрешения попросить главного санитарного врача Людмилу Вильбертовну дать свое мнение. В свою очередь главный санитарный врач страны Людмила Скорик отметила эффективность своевременно предпринятых мер. В настоящий период времени в республике ситуация подконтрольная, новых случаев заболевших нет. Я считаю, что можно сделать режим послабления внутри для тех предпринимателей, тех, скажем так, объектов, которые не имеют особого эпидемического значения и для тех, кто действительно может создать на своем предприятии все меры профилактики по коронавирусной инфекции. Однако говорить о более значительных ослаблениях пока что не приходится. Об этом свидетельствует нестабильная эпидемиологическая ситуация в сопредельных государствах. Как в России, так и в других регионах идет рост числа инфицированных. Даже пик заболеваний еще не достигнут. И мы в этих условиях как принимали, так и должны принимать исчерпывающие меры для того, чтобы не допустить дальнейшее распространение этой инфекции у нас в республике. Томас Сахнаки также сообщил о том, что лечение больных пациентов проводят в соответствии со всеми рекомендациями ВОЗ. У первого больного, зараженного COVID-19, диагностируются отрицательные результаты на вирус. После повторных обследований пациентов будут готовить к выписке. На совещании обсудили ситуацию с торговлей на рынках. Из некоторых районных администраций поступили предложения с просьбой о возможности определения местными властями графика работы в продовольственных рынках при соблюдении всех санитарных норм. Есть предложение, с таким предложением обратился к нам и оперативный штаб Гудоводского района, с таким предложением Гульрыпческий район обратился. Такое же предложение дает и главный санитарный врач республики. Установить график работы продовольственных рынков два дня в неделю, причем график отдать, чтобы устанавливали районы. Не мы устанавливаем, какие-то не работают, а устанавливали районы. И, естественно, проводили все необходимые меры для того, чтобы дезинфицировать, убирать чистый рынок после того, как там торговля пройдет. Мы друг друга, нам не надо обманывать. Мы видим, что вот эта торговля, она идет и идет в страшных антисанитарных условиях. Ситуация на Абхазо-Российской границе требует скорейшего разрешения, так как в МИД Абхазии ежедневно обращаются наши граждане с просьбой разрешить въехать в страну. Сегодня есть три категории, которым мы выдаем свидетельство на возвращение. Это роженицы, это люди, которые были выписаны вот сейчас, в данный период времени, из лечебных учреждений, у которых есть на руках документ выписка из больницы. И, соответственно, это те люди, которые сопровождают ГРУС-200, которые, если скончался гражданин Абхазии, его возвращают на родину. Но количество обращений очень много. Как нам быть? Мы продолжаем эту же практику, не даем свидетельство на возвращение, или же все-таки будут определены какие-то места, где люди будут изолированы? Нам необходимо вернуться вот к тому разговору, который мы поднимали еще недели две-три назад, и сделать карантинную зону в районе Гагры. Там эти люди должны все находиться минимум там может быть 10 дней, потом там провести эти тесты, если эти тесты у нас были бы, и тогда спокойно можно было бы их отпускать уже, кто едет в Гагру, кто едет в Сухум и так далее. Это условия государственные. Приехали на территорию Абхазии, пройдите, пожалуйста, вот эту карантинную зону, пройдите определенное количество дней, убедите всех к оселению Абхазии и власти Абхазии, что у вас нет никаких проблем, нет никакой инфекции, нет каких симптомов, и спокойно езжайте домой. После обсуждения различных предложений о дальнейших действиях по защите населения от коронавирусной инфекции было решено режим чрезвычайного положения не продлевать. Однако ограничительные меры продлены до 4 мая. Та норма, которая предусматривала, чтобы все государственные органы власти и государственные учреждения предприятия сократили до минимума количества работников, она отменяется. И до 1 мая ограничения касаются только лишь работников старше 60 лет. Для них оплачиваемый отпуск продолжается. И работников, имеющих детей до школьного возраста. С 20-го числа все другие работники уже выходят. Руководителям органов государственной власти, органов местного самоуправления и госучреждений предприятий и организаций также запрет на направление зарубежной командировки продлевается до 1 мая. До 4 мая продлеваются каникулы в детских и школьных учреждениях, в школах, занятия в Абхазском госуниверситете и в среднепрофессиональных образовательных учреждениях. До 4 мая также приостановлена деятельность образовательных учреждений, спортивных, танцевальных и репетиционных залов. А до 1 мая введен запрет на посещение религиозных культовых объектов. В связи со стечением 20 апреля действия в стране режима чрезвычайного положения снято ограничение во въезде в Галский и Гагарский район. Отменен комендантский час. По согласованию членов Совбеза решено усилить режим контроля на КПП ПСОУ. Теперь все пересекающие границы граждане будут размещены на обязательный карантин в специально отведенных объектах. Кугу, Савардане, Джимбул Чхапелия, Абхазское телевидение. А сейчас последние новости из оперативного штаба по защите населения от коронавируса. Ситуация на 18 апреля следующая. Первый пациент остается под наблюдением врачей в Гудаутской центральной районной больнице и ожидает выписки в течение нескольких дней. Второй пациент идет на поправку. Его состояние стабильное с выраженной положительной динамикой. Состояние пациента 1925 года рождения с отрицательной динамикой. Несмотря на то, что состояние пациента ухудшается, он по-прежнему отказывается от госпитализации, продолжает оставаться на самоизоляции и получает необходимое медикаментозное лечение. За прошедшие сутки тестирование прошли 9 человек. У всех у них диагноз коронавирус не был подтвержден. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса обращается с просьбой к населению, несмотря на относительно стабильную ситуацию в республике, продолжать соблюдать режим чрезвычайного положения и не покидать свои дома без острой необходимости. На этом наша программа подошла к концу. С наступающей пас Хайваз. Мира и благополучия. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok